Приветствую всех подписчиков и гостей канала Справочник Студента. В этом видео я расскажу вам, как оформлять авторефераты диссертации, законы и нормативные акты, а также сборники научных работ в вашем списке литературы по ДСТУ 8302-2015. В прошлом видео я уже рассказывала, как оформлять источники литературы по ДСТУ 2015 года, я касалась рассмотрения, оформления научных статей, учебников, учебных пособий, монографий и электронных ресурсов. Ссылочку на видео я оставлю в описании и в подсказке вверху экрана. Начнем мы с оформления автореферата диссертации. Для этого мы также пишем сначала автора, в нашем случае Говорушенко, Затем также вспоминаем волшебные комбинации клавиш Ctrl-Shift-Пробел. Здесь уже выставлен Ctrl-Shift-Пробел. Затем название автореферата диссертации. После названия неразрывный пробел, двоеточие, неразрывный пробел. Пишем авторефф, точка, дисс, точка. Если у вас сразу же большая получается буква, убираем бэкспейсом, добавляем маленькую. Диссертация, точка, одна должна быть точка, обычный пробел. Ставим раз, два, три, три точки. Обычный пробел. И нам нужно узнать, это диссертация кандидата наук, доктора наук. Смотрим, в нашем случае это доктора технических наук. Пишем док, точка, обычный пробел, техно, технических, обычный пробел, одна точка. Также убираем большую букву, заменяем маленькой. Наук, заменяем маленькой наук, точка. После наук не ставим пробел, ставим неразрывный пробел, двоеточие, неразрывный пробел. И вам нужно указать цифры, которые обозначают номер специальности, по которой автор пишет диссертацию. В нашем случае это 0,5 точка без пробела, 13 точка без пробела, 0,6 точка. Ставим обычный пробел, затем нужно указать город, в котором писалась эта диссертация. В нашем случае это город Львов. Пишем на украинском. Львов, запятая, обычный пробел, затем находим год, 2018, точка, обычный пробел, и количество страниц в этом автореферате к диссертации. 45, пробел неразрывный, маленькая буква «С» и точка. Довольно часто студенты, особенно юридической специальности, используют в списке литературы законы и нормативные акты. Сегодня мы рассмотрим оформление закона Украины в списке источника литературы. Для примера я взяла закон о выполнении гражданских прав. Итак, рассмотрим, как оформлять законы в списке вашей литературы. Во-первых, нужно знать полное название этого закона или нормативного акта. В нашем случае это здействование цивильных прав. Пишем название, у нас уже оно написано. Затем неразрывный пробел, это одновременное нажатие клавиш «Shift», «Control», «Пробел». Нажимаем, здесь уже у нас вставлено это, поэтому у нас здесь значок «Кружочка». Выставляется двоеточие, снова комбинация клавиш «Shift», «Control», «Пробел». Затем пишется, что это закон Украины, вид «Обычный пробел». В нашем случае это 16.01.2003 года. Между 2003 ставим «Обычный пробел» и маленькая буква «Р». «Обычный пробел», «Номер этого закона», «Номер», «Неразрывный пробел», «Control», «Shift», «Пробел». И это номер нашего закона. Так как мы взяли этот закон в интернете, мы его оформляем как электронный ресурс. Пишем URL, затем двоеточие, «Обычный пробел» и вставляем ссылку на этот закон. У нас активная ссылка получается. По правилам она должна быть неактивной. Выделяем. Убираем подчеркнутость. Делаем ссылку черного цвета и убираем полужирный шрифт. Затем ставим «Обычный пробел», «Скобку», «Дата звернення», по-русски это «Дата обращения», «Двоеточие», «Обычный пробел» и пишем дату, когда мы обратились к этому закону в этой работе. Например, 4.08.2021 года. И закрываем скобку. А теперь переходим к оформлению сборников научных работ. У меня уже пример полностью оформленный и мы его просто разберем. Во-первых, нужно узнать автора этого сборника. В нашем случае это Баймуратов М.А. Сначала мы пишем фамилию, неразрывный пробел, инициалы имя, неразрывный пробел, инициалы отчества, точка, обычный пробел, название сборника, в нашем случае это имплементация норм международного права и роль Конституционного суда Украины в толковании международных договоров, неразрывный пробел. Касая черта, неразрывный пробел, пишем инициалы имени, неразрывный пробел, инициалы отчества, неразрывный пробел и фамилию автора. Потом ставим точку, снова неразрывный пробел, полностью имя и фамилию автора, в нашем случае это Михайло Баймуратов, Михаил Баймуратов. Сразу же двоеточие, обычный пробел, право як будь тяфченого, это статья этого автора. Снова неразрывный пробел, shift, control, пробел, двоеточие, сб, это сбирник, точка, наук, точка, пр, это прать, сбирник науковых прать, это можно удалять. Снова косая черта, control, shift, пробел, и здесь мы должны написать редактором, там можно убрать. Ред, точка, обычный пробел, затем инициалы имени, точка, неразрывный пробел, инициалы отчества, точка, неразрывный пробел, и фамилию редактора Волошина. Точка, обычный пробел, затем пишется город, в котором был издан этот сборник, в нашем случае это Киев. Мы пишем первую букву города, К, ставим точку, ставим запятую, обычный пробел, год выпуска сборника, дуточный девятый, точка, обычный пробел, большая буква С, после нее сразу же точка, обычный пробел, и пишем, где находится наша статья, с какой по какой странице, 477-498, и ставим точку. Также обращаю ваше внимание на выделение фамилии, имя полных автора курсивом, и название его статьи. Также выделяем курсивом, надеюсь, что объяснила вам доступно. Спасибо за то, что посмотрели видео до конца, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Спасибо за просмотр, всем пока!